с пригласительным билетом именно на это представление. Детство Георгия Малиновского прошло в Закарпатье, в деревне, богатой народными традициями. Во-первых, ожидали. Родители готовились, соседи готовились, всё село готовилось. И в новогоднюю ночь ряженые, это на селе, сёла большие были, там, где я родился, три-четыре группы, пять групп ряженых. В группе ряженых обязательно должен был быть козёл, много лошадей, где-то баба-яга, так, Деда Мороза нет. И они ходили, каждый дом практически они посещали, и в сценарии были танцы, стихи, то есть речь шла о поздравлении хозяев с наступившим Новым годом и с пожеланием на следующий год. Всё это сопровождалось, конечно, танцем, музыкой такой, флейтой мог быть аккордеон. И обязательно хозяева должны были дарить что-то поздравляющим. Как правило, что дарили? Калачи. И при том ряженые группы выходили, и многие из них имели такой длинный шест, и на шест надевались эти калачи. Ну, это просто, ну, красота была. Любопытно, что, будучи ребёнком, Георгий Николаевич никогда не видел живую ель. Но это не помешало мальчику сделать рисунок, который фактически стал олицетворением его дальнейшей судьбы. Перед смертью мать прислала альбом моего детства. Мне было, наверное, 6-7-8 лет, я точно не помню. Но я очень любил рисовать. И у меня сосед был парень, который вообще потом стал художником. Что-то я у него брал. И в своей жизни я не видел в природе растущую ель, не видел я оленей, и вообще не знал, что такое кормушка. Я где-то что-то в журналах смотрел, видимо, так. Но у меня был... В чём смысл и в чём фишка? Что, наверное, вот оттуда или не знаю откуда, было мне предначертано всё это нарисовать в детстве и потом воплотить в жизни. Вот смотрите, первые косули в Золосаде, первая косуля. Вот одна и вторая.